В Кирове начало второго, сегодня пятница, 9 сентября, и по пятницам в это время, кроме программы «Союз нерушимый», у нас еще выходит передача «Сделанная в Венке», сегодня как раз ее время. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин, и я с удовольствием приветствую гостя нашей студии, Сергей Касанов, врач, историк медицины. Сергей Ахметович, добрый день. Добрый день, вы же мне радиослушатели. Наши слушатели наверняка зацепились за фамилию Касанов, что-то знакомое, да-да, Антон Сергеевич. А сегодня гость Сергей Ахметович, папа известного активиста, историка в нашем городе, Антона Касанова, который был сегодня у нас в программе «Дневной разворот» с 11 часов. Хочется, не могу не задать этот вопрос, Сергей Ахметович, гордитесь сыном, что этот проект «Пешком по вятке» вышел на такой уровень, и такое количество внимания он привлекает и продолжает расширяться. Ну, само собой, как говорится, я за него очень рад, потому что он нашел свою нишу в нашем городе, вот, и этот проект, он, по-моему, пользуется за эти 2-3 года, стал пользоваться гораздо большей популярностью. Я смотрю, уже приходят и за 100 человек, и за 200 человек на их экскурсии, и самое главное, что приходят и молодежь. То есть историю нашего города нужно знать, и благодаря этим прогулкам я считаю, что эта идея довольно-таки успешно предваряется в жизни. Сами участвовали в этих прогулках? Я участвовал в прогулке по улице Ленина, и когда мы подходили к аптеке Бермана, я с собой брал специально аптечную посуду, которая как раз принадлежала аптеке Бермана, и рассказал историю про Бермана и про эту аптеку. Ну, все-таки, сегодня в нашей передаче вы главный герой, еще раз акцентирую внимание, врач, историк медицины. Люди, интересующиеся историей медицины, безусловно, знают, что Сергей Ахметович один из таких основных исследователей, я имею в виду вятскую, конечно же, медицину. И тема сегодняшней передачи у нас будет следующая. На самом деле, идея пригласить Сергея Ахметовича в студию родилась у меня, ну, несколько месяцев назад, когда стало известно, что в нашем городе будет открыт памятник сестре Милосердия. 18 августа его открыли, я напоминаю, что расположился он на перекрестке улиц Молодой гвардии и Карла Маркса, то есть этот, ну, сквер, можно это назвать, скверик такой, напротив кинотеатра «Октябрь», рядом с гериатрическим центром. Вот сейчас хотелось бы выслушать мнение Сергея Ахметовича по поводу этого памятника как историка, и как историка, опять-таки, повторюсь, медицина, ну, а потом уже мы углубимся в историю и вообще попытаемся выяснить и рассказать своим нашим слушателям, а вообще, что это за явление, сестры Милосердия именно у нас здесь, на Вятке. Итак, памятник. Ну, я до перерыва, вернее, до начала программы уже вас спросил, вы на открытии не присутствовали по объективным причинам, отсутствовали в городе, но вот такой памятник, который представляет из себя, ну, центральная фигура, это как раз-таки сестра Милосердия, которая держит в левой руке фонарь. Вот такой вид у нее, такой-то душевный, проникаешься, когда смотришь, конечно. Вот оцените сам памятник. Вот смотря, с какой стороны смотреть, ну, если он вам кажется душевным и сердечным, с моей точки зрения, немножко тут не так. Нет. Ведь смотрите, сестра Милосердия низко опустила голову, глаза закрыты, гормана фигура, а ведь сестры Милосердия шли спасать сестра ждущих на поле боя. В лазаретах, они шли помогать, то есть активная жизненная позиция должна сквозить через это лицо, лицо должно быть гордо поднято. Целеустремленность, да? Целеустремленность, в глазах доброта, сострадание, и в то же время они же добровольно шли на фронт, чтобы спасать страждущих воинов, то есть в битве за Отечество. Поэтому вот сама фигура мне, честно скажу, не очень понравилась. Есть претензии к этому? К образу? К сам образу. Вот, потому что, смотрите, вот если взять, вот у меня есть книга моя, которая вышла не так давно, «Перекрестки на дорогах Милосердия». Здесь полностью рассказывается о всех сёстрах Милосердия, которые валили и русско-турецкую, и русско-японскую, и Первую мировую войну. И если мы посмотрим на фотографии сестёр Милосердия, мы увидим на фотографии наших предков, сестёр Милосердия, у всех подвознённые лица, открытый взор, жажда познания, жажда уберечь. Помочь. Помочь уберечь воинов от того тяжёлого положения, в котором они находились, жажда сострадания. Как говорили, «Помоги стражащему, яки сам себе». Было такое выражение, и была медаль Красного Креста, почётный знак Красного Креста, на котором так и написано «Помоги себе», «Помоги», ну, яки сам себе. Второе, вот такое замечание небольшое, в руках, вот я обратил внимание фонарь. Фонарь. Причём здесь фонарь, это очень трудно сказать. Вот если мы сравним и посмотрим на памятник «Бегущую по волнам», она тоже с фонарём. Который установлен у диорамы, напомню, в карте именикированной. Вот. Здесь быстрее бы вписывалась медицинская сумка. Или сестра Милосердия, а на руках у неё и на коленях лежит раненый. Возможно, боец, да, которому она помогает. Да, раненый боец, которому она помогает. Вот это более приемлемая была бы фигура, потому что открытки того периода времени, они бы выпускались именно такие. Фотографии, значит, сестёр Милосердия, которые у меня есть, её взяты, я нашёл и в архивах, и в газетах, они тоже показывают вот такой образ сестры Милосердия. О каком времени, давайте мы уточним, говорим? Вот, я пока говорю о Первой мировой. Первой мировой. Да. 1914-18. Вернёмся потом немножко пораньше, а сейчас я продолжу. Самое значимое, это надпись. Надпись написана. Погибшим и умершим от ран вятским сёстрам Милосердия в годы Первой мировой войны. А кто эту статистику взял? Откуда появилось это? Вот по моим данным, ни одной сестры Милосердия не погибло и не умерло от ран. Именно из Вятки. Именно из Вятки. Ничего себе. Там было два лазарета, которые были отправлены в годы Первой мировой войны. Один лазарет на 200 кроватей, там было 16 сестёр Милосердия. Второй отряд на 50 кроватей, там было 6 сестёр Милосердия. Из всех сестёр Милосердия, которых я знаю, значит, ещё три сестры принимали участие на Румынском фронте. И четыре сестры Милосердия, вятские сестры Милосердия, были заняты своей деятельностью, поэзией, санитарной поэзией имени Вятской губернии. Конечно, могли быть сёстры Милосердия, которые были в других отрядах Московского земства, Петербургского земства. Но упоминания о них я, в принципе, не нашёл. Хотя, вот, видите, книга... Ну, книга достаточно объёмная. Да, объёмная, много фотографий. Кстати, подскажите, где можно её найти, где почитать? Её найти нигде, потому что тираж был всего, я за свой счёт её делал, 15 книг. Ну, две из них подарены библиотеке имени Герцога. А, ну, всё-таки в Герцоге можно прийти и поинтересоваться. Да, в Герцоге можно прийти и поинтересоваться. Так вот, у меня прецедии, конечно, к этой надписи. И ещё. Если мы возьмём и посмотрим, немножко вернёмся в историю. Значит, смотрите, русско-турецкая война, русско-японская война, Первая мировая. Везде были и принимали участие наши вятские сёстры Милосердия. Вот сегодняшние потомки тех предков, у которых родственники были сёстрами Милосердия и участвовали в Первой мировой войне, они, конечно, должны радоваться, что такой памятник открыт. Это значимое событие. Ну да, такое признание заслуг. Да, признание заслуг и так далее. А вот те потомки, у которых предки были сёстрами Милосердия в русско-турецкую и русско-японскую войну, как им быть, а не их же упоминая. Почему они забыты, да? Почему они забыты? Это этический такой вопрос встаёт. Вот на театральной площади, на здании Политехнического института в 1997 году я предложил макет, и мы открыли совместно с нашим Вятским Красным Крестом мемориальную доску. И там я выбирал, специально подбирал такие слова, чтобы были упомянуты все сёстрами Милосердия. Да, то есть максимально корректно, да? Памяти славных женщин, служившим на балдах раненых и больных, посвящается. Если посмотреть, я вот периодически прохожу, меня всегда смотрят, там практически всегда живые цветы. Да, да. Потому что, возвращаясь к истории, мы посмотрим. Значит, община сестёр Милосердия была открыта в Вятке в 1879 году. И находилась она в доме Лидерс на Московской, напротив Всесвятской церкви. Вот если сейчас смотреть, где дом судебных престолов... На улице Московской. Да, на улице Московской. На этом месте была... Промежуток между Октябрьским проспектом и Дериндеевым. Двухэтажное было такое здание. Вот на одном из этажей располагалось. И затем уже в 1898 году было заложено здание общины сестёр Милосердия на территорийной площади. И в 1899 году оно было открыто. Где учились сестра Милосердия, как для мирового времени, так и для военного. Если мы возьмём русско-турецкую войну, то около 20... В 1877-1878 годы. Русско-турецкая война. Болгария. Значит, там участвовало, принимало участие около 20 сестёр Милосердия. Пофамильно они все в этой книге есть. И только одна из них умерла от цепного тифа. В Мансиев-Формоза, это сегодняшняя Молдавия. Военная компания... То есть не от рана умерла, а от инфекционного заболевания. Да, от цепного тифа, потому что там многие сёстры Милосердия переболели цепным тифом, дунайской лихорадкой. Они возвращались сюда на вятку. Ну и, так говорится, продолжали служить уже в нервное время. Возьмем компанию 1904-1905 года. Русско-японская. Это русско-японская война. Значит, там на фронт было отправлено 4 отряда сестёр Милосердия. Первые 2 отряда по 15 сестёр Милосердия. Второй отряд 20 сестёр Милосердия. И четвёртый отряд, это 15 сестёр Милосердия. Итого 65. Итого 65 сестёр Милосердия. Значит, теперь посмотрим, что было с ними. В принципе, там все остались швы. Потому что все работали в лазаретах. У кого-то было, кто-то работал в поездах, перевозил раненых из лазаретов в Владивосток и так далее. Так вот, сестра Милосердия Александра Клиновицкая попала в плен японцам. Там был целый Маньчжоу, был захвачен целый полевой госпиталь, лазарет. То есть в окружение попали. Да, в окружение попали. Но тогда очень хорошо действовала Женевская конвенция по освобождению именно врачей. Сестёр Милосердия из плена. Их буквально через месяц освободили. И она очень дальней дорогой через Шанхай добиралась до Вятки. Через Шанхай? Через Шанхай. То есть таким путём окружным. Затем она работала здесь на Вятке. Но сколько страданий перенесла она, это не высказать словами. Потому что тут и работа в тяжёлых полевых условиях, работа в госпиталях, работа в санитарных поездах. И пребывание в плену. Горе, страдания, сами понимаете. И вот поэтому получается так. Город у нас маленький. Мы поставили памятник Сёстрам Первой мировой войны. Это хорошо. Это прекрасно. Но нельзя забывать и тех, о которых я только что рассказал. Если мы посмотрим на историю, в Москве очень много памятников. Там есть даже памятник Даши Севастопольской. Это крымская компания. Это Севастопольская, в общем-то 54-55. Есть памятники Сёстрам Милосердия Русско-Турецкой войны, Русско-Японской. Очень много памятников, посвящённых, в последнее время особенно открыто, посвящённых Сёстрам Милосердия Первой мировой войны. Но те Сёстры Милосердия, которые погибли, они пофамильно выщищены на граните. Пофамильно. Пофамильно. У нас же, так как, видимо, те, кто занимался организацией открытия этого памятника и был в этой комиссии по созданию, на это как-то упустили, не обратили внимания. Потому что я специально вчера перед эфиром просто дал вопрос в интернете. Кто же из Сёстров Милосердия погиб в Первую мировую войну или умер от страны? Мало ли, у меня, может быть, не полная информация. Это где вы, на своей страничке где-то? Нет, это вопрос задали в интернете. Ответа никакого. То есть никакой инструкции вообще. Молчание. Хотя, поясню, есть еще люди, интересующиеся историей медицины в нашем городе. Вот. Исследователи. Я говорю, что, может быть, были Сёстров Милосердия еще те, которые были в московских. Московской институте, от него, может, Петербургская, может, где-то что-то еще. Но, по крайней мере, то, что я знаю, у меня здесь в книге написано, эти фамилии у меня есть. То есть, вот, 60-20 русско-турецкая война, 65 русско-японская война, и Первой мировой где-то около 30-ти. Издерлился. По фамилии все есть. Есть все отмеченные медалями за усердие, жетонами Красного Креста, медалями, малыми медалями бронзовыми Красного Креста за русско-японскую на Первую войну. Первой мировой там медали были за усердие, на Ниндской ленте и так далее. То есть, Сёстры были, награждались и так далее. Ну, вот, это примерно вот такая небольшая экскурс в историю. Нет, мы экскурс продолжаем сейчас. Хочется закономерный вопрос задать. А вообще, какие предпосылки-то были у такого явления, как с истрами населения? Значит, предпосылки были первые. Это крестовозвиженская община в Москве, которая при участии Николая Ивановича Пирогова была создана и которая первые сёстры милосердия появились. Но с нами спорят англичане. С чем они не согласны? Они добиваются статуса того, что первые сёстры милосердия появились именно в Англии, а не у нас. Хотя вот года совпадают. То есть, по хронологии одинаково? Да, одинаково по хронологии. Но у нас считается, что всё-таки мы считаем, что вот эти первые сёстры милосердия были крестовозвиженской общины. А это принципиальный вопрос? Наши или англичане? Ну, вопрос принципиальный, потому что кто же был, как говорится, вперёд, сумел организовать дело помощи и раненых. На поле боя, притом. Вот. Дальше. Значит, община сестёр милосердия, Вятская община сестёр милосердия Красного Креста создавалась для того, чтобы оказывать помощь в мирное время и на дому. Был, значит, образован санитарный отряд Красного Креста, так называемый подвижной лазаряд, который выдвигался в губернию и ездил по губернию. И там был, значит, один врач Соловьёв. Подождите, они ездили по железной дороге? Нет. Нет? На машине. На машине? Просто я сейчас вспоминаю... На машинах, на полосках. Просто я сейчас вспоминаю у нас появление Перим-Котлыска и железной дороги, это рубеж уже 19-20 веков. На полосках и так далее. То есть они выдвигались в какой-то населённый пункт, оказывали помощь больным, как с инфекционными заболеваниями, так и с другими заболеваниями. Вот, и этот отряд выезжал. Для этого готовились... И, собственно, милосерие готовились ещё для того, чтобы быть сиделками на дому, значит, выезжать кому-то, помогать, ухаживать за ними и так далее. Когда наступило военное время... Подождите, услуги вот в мирное время были платными или бесплатными, с историей России? Нет, они оказывали услуги бесплатно. Бесплатно. Вот. Но... Соответственно, на чьи деньги-то существовали? Им деньги платило земство. Земство, всё-таки, да. Уже произошла земская реформа, да? Да, и платило земство деньги. У богатых, конечно, были более богатые сословия. Эти сёстры милосердия их нанимали, им платили деньги. Угу. Вот. Затем, когда военные на столе, там открывались специальные курсы, ускоренные курсы сёстры милосердия. Для того, чтобы направлять на фронт, организовывать подвижные лазареты, госпиталя, и чтобы данную помощь могли квалифицированно оказывать сёстры милосердия. Чему конкретно учили на этих ускоренных курсах? Значит, там на ускоренных курсах были очень много было предметов. Было и перевязочное дело было, и терапия, и хирургия, и дисморгия. То есть, в принципе, все основные занятия были. И плюс было... То есть, это не только укладывается в понятие современной первой медицинской помощи, но что-то такое пошире, да? Да, немножко пошире было. И плюс ко всему, значит, уход за раненными больными. Вот. И практические занятия. Потому что в этой общине с сёстрами милосердия, которая располагалась на театральной площади, были все условия. Там был, значит, лечебный зал, койки были, и была практическая база, и общежитие. То есть, где они жили, эти сёстры милосердия. Я говорю, потому что за короткий период времени, например, в русско-японскую войну, было с периодичностью месяц-два-три было на фронтах примерно четыре отряда сестёр милосердия. А, кстати, это правда ведь? Мы говорим о сёстрах милосердиях, которые родились не только в Вятке, но и в уездных городах. Да, и они специально приезжали сюда, учились, и у кого-то не получалось, потому что жизнь была дорогая, и они уезжали обратно. Притом ещё по сбору стипендиата на учёбу был очень жёсткий. Там должно было быть рекомендательное письмо, положительные характеристики, грамотность, ум. Обязательно читать, писать. Да, и принимали женщины до 30 лет. Так вот, я когда говорил о том, что цепнова типа умерла, значит, это была Титлина Августа, она умерла, цепнова типа, она была послочница Лятского монастыря. То есть она была послочницей, потом прошла курсы сестёр милосердия и отправилась на русско-твердскую. Я говорил, что был один большой отряд, но он располагался в двух монастырях. Монастыря Гербовец и Монастыря Формоза. Ну, это вот современная Молдавия, близкий Шинёва. Вот, и вероятнее всего, сестра милосердия Титлина, она, вероятнее всего, была похоронена там, потому что первый памятник медицинским чинам, то есть докторам, сёстрам милосердия, фармацевтам, появился в Софии как раз медицинским чинам, погибшим и умершим от ранг в русско-твердскую войну. Он сохранился до сих пор, во всех прекрасно сохранён, за ним ухаживает, располагается он в докторском скверике в центре Софии. Я этот памятник со всех сторон постарался изучить, фамилии там читаем, и всё читаем. Давно Вы там были? Я там не смог побывать, вот, но фотографии, по интернету, то есть сосед там, четырёхугольная пирамида, вот, и соседи четырёх сторон, там хорошо читаются эти фамилии, так как фамилии Титлина и там нет, значит, есть вероятность того, что она именно в моносыре Формоза и была похоронена. Этот памятник до сих пор почитаем и в Балваре, и у всех славянских народов, вот он был, один из первых. Затем стали появляться памятники, которые конкретным сёстрам милосердия, вот, общие памятники. Вот на Братском кладбище в Москве очень много тоже памятников посвящённым сёстрам милосердия, которые умерли или погибли во время Первой мировой войны. Ну, представляете, Москва и Киров-Пятск, само собой разница есть. А общее число с сёстрами россии и милосердия, которые участвовали в Первой мировой войне, известно? Ну, общее число я не задавался, но если война продолжалась столь длительно, значит, ведь были и Московская община, и Санкт-Петербургская община с сёстрами милосердия, вот, и в других городах были. Поэтому ведь сёстры милосердия участвовали не только на полях сражений, были этапные лазереты, были военно-санитарные поезда, при том военно-санитарных поездов было очень много. Наш вятский военно-санитарный поезд, вятская губерния, он ходил от Петербурга до вятки, привозил вятку раненых, больных, здесь их разгружали, на извозчика отправляли по госпиталям, лазаретам. Было очень много госпиталей, лазаретов, где работали сёстры, наши вятские сёстры и милосердия, которые обучались в общине с сёстрами милосердиями. А вот давайте о тех госпиталях и лазаретах, которые у нас располагались в городе, мы уже после небольшой паузы поговорим, реклама у нас сейчас. Интересный, надеюсь, что интересный разговор у нас сегодня в рамках программы «Сделанная вятка» беседуем, мы напомним с Сергеем Касановым, доктором, историком медицины и темой сегодняшней программы «Вятские сёстры милосердия». Их вклад, собственно, в войны, их роль в этих войнах, и Первая мировая, и русско-турецкая, и русско-янфонская. До 30 лет, Вы сказали, да, принимались сёстры милосердия, женщины. Ну, можно сказать, что со всей вятской губернии были? Да, со всей вятской губернии. Вот если мы возьмём и посмотрим, например, состав сёстры милосердия русско-турецкой войны, вот там есть послушница Вятского монастыря, затем послушница Слободского монастыря, послушница Елабужского монастыря, то есть со всей вятской губернии. Да, список большой, безусловно. Ну, есть такое у меня предположение, почему до 30 лет всё-таки женщина должна быть сильной, выносливой и в самом расцветии сил, и психологически устойчивой, как говорится. Приходилось только переносить, как говорится, прочувствовать, пройти, перенести через себя все сострадания к раненым и больным, то есть они осознанно должны были идти на этот шаг, чтобы посвятить себя, именно быть спасательницей. Я вам сейчас вопросы перебью, если бы задавал, читал как-то в одном из материалов, ну, как правило, не замужние должны были быть, да, сёстры милосердия, но вот я читал, что всё-таки были среди них и замужние, но в этом случае муж должен был писать некую бумагу, что ли, суть которой в том, чтобы дать согласие на то, что он над своей женой не властен, и если Родина, что называется, прикажет поехать туда, то он воспрепятствовать не будет. Был, был такой. Да, такой был, хотя не так много было сёстры милосердия, которые уже, будучи замужем, стали чёстрами милосердия. А, кстати, наличие детей оговаривалось, не оговаривалось? Наличие детей не оговаривалось, да. Но то, что некоторые чёстры милосердия выходили замуж за тех же раненых офицеров или солдат, Ну что поделаешь? Жизнь, конечно. Это было. Это, так сказать, очевидный факт. То есть есть несколько историй, когда сёстры милосердия выходили замуж за тех раненых солдат и офицеров, которым они помогали. Это факт несовременно. Мы договорились с вами поговорить о тех госпиталях и лазаретах, которые расположились в вашем городе. Насколько активна эта работа велась? Работа велась очень активно, госпиталя и лазаретов было очень много. Меня поразил, вот я нашёл интересный факт. Это именно во времена Первой мировой? Вот сначала Первой мировой хлынул к нам поток раненых? Да, потому что санитарный поезд был, он перевозил раненых из Петербурга, в Вязку. А уже дальше распределили их по лазаретам, по госпиталям и так далее. Меня больше удивил тот факт, что я нашёл такую вещь. Был специализированный лазарет для туберкулёзных больных. И для туберкулёзных? Да, раненых и больных. И он располагался на углу улиц Свободы и Спаской. Свободы и Спаска. О, ясно. Крайний дом. Вот. То есть факт довольно-таки интересный, потому что там, ну, больше 20 где-то человек не было, но был доктор специально, были сёстры Милосердия, то есть за ним был специальный уход. Но смысл в том, чтобы их изолировать, и чтобы они не стали источником заражения других. Да, источником заражения других. И там выписывались специальные газеты, и паёк, должное питание было обеспечено, и так далее. Вот. А тот санитарный поезд, который доставил раненых на станцию Киров-2, вот сейчас он, Котловская железная дорога, значит, там были специальные извозчики, которые подъезжали к этому поезду и перевозили уже раненых по госпиталям. Часть извозчиков, даже есть факты, были удостоверены награды, вот, за их такой труд беззаветный, потому что денег они не получали, они именно активно участвовали, помогали при сортировке, при развозке. Волонтёры, как говорится, сейчас. Вот, они были награждены медалями, орденами. Но ведь это всё ужасно и далеко не весело, ведь многие погибали, да, по пути в этих эшелонах, и непосредственно в лазаретах уже тоже погибали. Непосредственно в лазаретах, потому что были ранения очень тяжелые, потому что пытались вот с более тяжёлыми ранениями, например, довезти ближе сюда, например, на ветку. С более лёгкими везли Пермь, Екатеринбург, туда, в сторону Брала, потому что поезда следовали через нашу станцию, значит, проходили довольно-таки часто, не один наш поезд сходил. Вот, и если по пути следования раненый, ну, как говорится, тяжелел, его высаживали в ветке, и здесь уже, ну, продолжали лечение здесь. А сам поезд следовал дальше, там, на Урал, Пермь, Екатеринбург, ну, всё остальное. Вот мы с вами ещё до начала программы, да, вспоминали о том здании общины сестёр Милосердия, которая в самом центре города, на театральной площади располагалась. Давайте об этом поподробнее, ведь многие ведь помнят ещё, и вы тут непосредственно участие принимали в то время. Да, здание было очень красивое. Красное, кирпичное, да. Красное, кирпичное здание было где-то, сейчас я даже... Я поясню нашим слушателям, вот, вот, если вы стоите в центре театральной площади, вернее, стояли бы тогда и смотрели на главный корпус притеха... С левой стороны, на углу... Да, вот как раз бы, как раз бы оно перед вами было. Да, оно было бы тут как раз перед нами, напротив сквера, на театральной площади, и здание было очень красиво, и вот 57-59-60-й год, я вот отлично помню, что по выходным там натягивали экран, показывали фильмы, то есть можно было посмотреть после... Да, как бы кинотеатр под открытым небом, да? Да, как бы кинотеатр под открытым небом. В этом здании, после общины с Северо-Милосеяния, была физиотерапевтическая клиника имени Карла Маркса, вот, там проходили лечение, ну, уже просто... Душ-Шарко, по-моему, там еще было. Душ-Шарко там было, да, вот, то есть, довольно-таки хорошо оснащенное здание. У которого, к сожалению, уже нет. Да. В связи со строительством политехо, да? Остались только фотографии, вот, фотографии довольно-таки интересные, потому что есть фотографии прямой ракурс, и прямо сбоку на нем был, расползался красный крест на белом фоне, вот. И есть фотография со стороны второго здания, как бы со стороны драмтеатра. Оно такое удлиненное, более длинное, три этажа занимало, вот. Вот. Значит, я не знаю, тут видно, не видно. Я, по-другому, сейчас Сергей Ахмедович, да, перелистывает страницу. Книги, фотографии будут просматривать. Это как раз, вот, взгляд со стороны драмтеатра, вот, двухстажного такого здания. И вот здесь, в этой книге, впервые печатаются фотографии внутреннего убранства, общинных сестер милосердия, и те сестер милосердия, которые там проходили учебу, которые от воевок, предположим, возвращались туда, и уже принимали участие в мирной жизни. И мы видим три ряда сестер милосердия, половина из них сидят с медалями, то есть уже были награждены, которые принимали участие в русско-турбесской войне, вот, русско-японской. Поэтому вот эти фотографии довольно-таки редкие. Пришлось приложить усилия, конечно, чтобы их найти. Где вы их, в архивах? В архивах я не нашел ничего. Я переписывался с Санкт-Петербургским архивом, военно-историческим. Вот, и там отыскались эти фотографии. Как и фотографии военно-санитарного поезда. То есть у нас было их несколько, но мне удалось найти фотографии, где открытие как раз военно-санитарного поезда, где стоят и губернатор, и приближенные, и те врачи, и чувство милосердия, которые... Это какой год? Это Перу-Мировая война. Это 14-й год. Да, 14-й год. 14-15, он до 16-го года до тех пор сходил. Вот, военно-санитарный постоянно из Петербурга в ветку пациентов привозили, обратно он шел. Вот, там снова принимали. И во время дороги, во время пути, значит, их там и кормили, и делали какие-то мелкие операции. Ну, ухаживали и западали. Переписку вам удалось найти? Переписку я... С родиной, с родными. Переписку я не нашел, но я нашел, например, есть письма во время русско-японской войны солдаты и офицеры, те, которые пролечились в Ядском лазарете в городе Светинске, Забайка, из-за области. Они пишут нашим сестрам милосердие, письма. Благодарность. Со словами благодарности, что ты, милая моя, меня выдачила, ты за мной ухаживала, и благодаря тебе я жив и здоров, и так далее. То есть, очень такие активные письма, очень интересные, которые есть смысл почитать. Даже становится понятно, что пришлось пережить. Мне сейчас хочется уже завершения программы провести параллели с сестрами милосердия, с той эпохой и с современной медициной. Это напрямую связано? То есть, с сестрами милосердия, это тот самый вклад, это то, на чем основывалось? Да, это базироваться на этом. Но, вы знаете, вот когда я открывал эту милосердию доску славным женщинам, служившим на балладе раненых и больных, у меня мысль была такая, что когда медицинские сестры, которые закончат обучение в медицинском колледже и будут получать высокое звание сестерам, вместе сестер нашего времени, они бы принимали присягу и получали дипломы у этой мемориальной доски. Теперь, когда у нас открыт памятник сестре милосердия Первой мировой войны, мне бы хотелось, чтобы, может быть, эта традиция все-таки бы утвердилась. И здесь бы, понимаете, на фоне такого памятника медсестры, получающие диплом и принимающие присягу, были бы более ответственны в подходе к своей работе, как бы на примере этого всего. И еще хотелось бы, может быть, потом, когда они будут... Может быть, клятву Гиппократу? Клятву Гиппократу давали. Нет, клятву Гиппократу ее принимают врачи, а у сестерного сердца есть своя клятва. Поэтому выдача дипломов сопровождалась бы такой торжественной обстановкой. И, конечно, может быть, это и нереально. Это, так сказать, мои мечты. Все-таки бы здесь появились боковые фронтоны, на которые бы можно было указать всех тех систем милосердия, которых мы знаем. И от этой передачи я вижу, что... Должна быть ответная реакция. А вы напрямую обращайтесь. Обращайтесь к ответственным лицам. И сегодняшних живущих есть сведения о тех сестерных милосердия, которые, может быть, действительно погибли во время Первой мировой войны или скончались от рам, как бы дали нам всякие известия. Потому что, может быть, и есть такие. Потому что, как бы не изучая архивные данные, как бы не изучая газетные материалы, потратить много времени, может быть, что-то не было упущено. В общем, вы сомневаетесь, как это принято. Нет, я как сомневаюсь. Я могу предположить, что в других отрядах, вот именно в наших отрядах такого не было. Это я могу дать гарантию 100%. А вот именно, может быть, сестерные милосердия, которые были в других отрядах, другого земства, может быть, там действительно кто-то скончался от рам. Я напомню нашим слушателям, если вы нас не сначала слушаете, просто у нас парадокс сегодня в передаче возник. На памятнике сестры милосердия написано в памяти погибшим сестерам Первой мировой войны. Сергей Ахмедович сегодня заявил, что он не обладает сведениями, что кто-то из вятских сестер милосердия погиб в Первой мировой войне. И вот сейчас он призывает расширять эти данные. Возможно, кто-то из наших слушателей интересуется этим вам, на самом деле, может помочь. И может быть потом построят дополнительный фронтон, как бы боковые, где были бы все сестры милосердия перечислены, которые вливали и в русско-турецкую, и в русско-японскую, и в Первую мировую войну. Потому что память, она не должна бесследно исчезнуть. Потому что мы должны помнить о тех героинях, которые принимали участие в военных действиях, которые спасали стражащих, спасали именно своей добротой, своим бескорыстием, своему служению нашей отчизни. Спасибо. На этом завершается программа «Сделанная вятка». Благодарю нашего гостя Сергея Касанова, доктор, врач, историк медицины. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся и поговорим в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.